Всем привет из Подмосковья! Сегодня 4 мая. Прибежала на дачу. Время 6 утра. Немножко, конечно, поздновато, но показать хочу. Заморозок наш. Сейчас минус 2. Цветы вот в таком состоянии. Но тюльпаны они так всегда себя ведут. И заморозок, я хочу сказать, был высокий. Туи им. Но в них метра по 2. Может больше. В общем, все они выньи. Сколько на самом деле было, я не знаю. Пойдемте дальше. Трава, естественно, вся белая. Но меня больше интересует, конечно, не трава, а виноград. Как он перенес. Посмотрите. Пока солнце еще не вышло, сюда не дошло, все, все замерзшее такое. Накрыла я свои пока все в ледике. Гортензия метельчатая, хотя никогда такого не делала. Все искрит, все блестит. Не еду, наверное, вам, да? Лед, чеснок весь, но ему тоже не страшно. Земляника, клубника тоже вся. Ладно, ничего страшного. Лук. Ну, все, все. Парей стоит, как солдатик пока. Ну, конечно, будет видно позже все это. Сейчас пока еще все заледенело и смородина. В общем, он прошелся высоко. Гортензию прикрыла вот так. Давайте заглянем туда. Черненькие обморозились. Надо было полностью, наверное, закрывать. А другая? Это получше, конечно, но... Ладно, посмотрим чуть позже, что с ними будет. Розы. Листья скрюченные, но они отойдут, я думаю. Хризантема вот такая. Продолжаем. Тюльпаны поникшие. Так, а это ежевика. Ну, в том году ей так же доставалось. Думаю, что будет все нормально. Урожай покажет. Так же, как и малина ремонтантная. Как жалко пионы. Это ранние были, уже на цвету. Не знаю, будут они цвести, отойдут ли. Гортензия вот такая. Посмотрим. Сейчас ничего пока не ясно, пока не вышло солнце. Совершенно, когда на них не попало. Попозже посмотрим. Ну, и пойдемте посмотрим крупнолистную гортензию. Что с ней? Листья у нее были уже большенькие такие. Чтобы ее открыть, посмотреть. Ура! И это вроде все нормально. Отлично. Ну, это радует. Ну, и виноград. Лед. Видите, да? Иний, вернее. Не лед, а иний. Давайте хоть глянем, что там откроем. Здесь, что ли. Спасло нас это или нет. Так, ну, на вид пока почка вроде нормальная. Сейчас в другом месте посмотрим. Давайте вот здесь еще посмотрим. Здесь были такие сильные ветки с почками. Вот. Вот. Там все сцепится. Видите? Это что такое? Заходим. Отлично. Все пока отлично. Нормально. Ну вот. Если в 6 на солнце минус 2 держит пленка с двойным укрывным. Все пока нормально. Ну, впереди еще ведь будут заморозки с 8 на 9. Ну, и еще один у меня виноград есть. Видите, грыжовник еще весь в Иний. Вот здесь между теплицами не укрывала я его пленкой. Просто мне на шинец только пленки. Двойной спонбонд. Ну, что ж, все вроде нормально. Вот такая почка. Пока. И туда дальше. Пока вроде нормально. Нужно бы я дальше открывать. Пока вроде отлично. Посмотрела все. Приду, конечно, я теперь попозже. Может, часика в 12. Возьму мегафол и все опрыскаю. Все, что попало под заморозок. Он снимает весь этот антистресс. Вернее, он снимает стресс. В том году я так спасала виноград. Он был у меня прям вообще в ледышках. Листочки были в ледышках. Я раскрыла, и никто не обещал заморозок. И вот я приехала с работы и быстрее опрыскала мегафолом. Вы знаете, помогло. Надеюсь, что у вас ничего не погибнет после такого заморозка. Спасибо. Спасибо.